В автюках кто улыбается, того пропускаем. Кто не улыбается, обследуем. Может больной, может хромой, может вообще зараженный. Именно так, только с шутками, анекдотами и улыбками, можно было пройти таможню 9-го фестиваля народного юмора «Автюки». На входе участников встречали хозяева форума «Колосок и Калинка», а также колоритный медперсонал. В случае несоответствия дресс-коду делали прививку для веселого настроения. Ведь не зря существуют убеждения. Смех продлевает жизнь. Так, анекдот. Вот наша манька ранее была девка на все село, а теперь на всю печь. Без основателя «Автюков», главного редактора журнала «Веселка», заслуженного деятеля культуры, писателя Владимира Липского, не обходится ни один фестиваль. Жители Калинковичского района, улыбающегося седовласого мужчину, встречают теплыми объятиями, и он им отвечает взаимностью. «Самое главное на святе – повинен быть веселый смех. Потому что бывает смех – ха-ха-ха-ха, хихи. А вот она правильно – ха-ха-ха, вот это, да. Все блины, да. Давайте весело смеяться, все блины. Давайте сегодня смеяться, потому что завтра может быть поздно, да. Давайте дорожить кожным им гнением, не стомлюсь повторять это слово. И вот автюковцы как раз и робят то, что мы, может быть, часом губляем». На юморную таможню Владимир Липский подъезжает на двухколесном велосипеде, а вместе с ним и председатель Калинковического райисполкома Сергей Гвоздь. За импровизированный мастер-класс всем его участникам вручают памятные медали. Впрочем, подарков и сюрпризов в этот день будет много. Фестиваль по праву считается праздником всего района. Калинковичане и жители прилегающих агрогородков к форуму готовятся старательно. «Такая же красота. Как вот такие люди выдумляются. И тебе с гурков, и тебе с кабачков, и тебе с тыкву, и чего хочешь. И еды, и горелка тоже смачная. Как уже все покончается, и все мы еще в мыслях живом, и в мыслях, и в сердце. И вспоминаем даже лица Липского завжды и лепей завси». Страницы фестивальной истории рассказывают, жители малых и больших овтюков, на перекрестке этих деревень фестиваль изначально зарождался, не всегда уживались мирно. Много спорили, у кого шутки ярче и острее, а еще за право принимать гостей. Три года назад вражде положили конец. На восьмом по счету фестиваля открыли скамью примирения, а сам праздник перенесли из деревни в город. Организаторы объяснили это стремлением расширить географию и привлечь наибольшее количество участников. Полесский форум юмористов сегодня уже международного формата. Гостей собрали не только со всех областей Беларуси, но и из России, Украины, Молдавии и Болгарии. «Больше всего нравится доброта наших людей, открытость характера наших людей, и то, что когда они радуются, они это делают с сердцем, с душой». Традиционное швендоне по подворьям – самая зрелищная и ожидаемая часть фестиваля. Столы на подворьях накрывают жители сельсоветов района. Удивляют, кто чем может, выбранной темой и разнообразием блюд национальной кухни, дизайнерским оформлением и праздничными обрядами. И, конечно, шутками и песнями. Возле гостеприимного стола жителей деревни Сурот открылся салон красоты. Тут вам и липосакция, и массаж с калкой, и маникюр с педикюром. Салон нас пригожосте называется «Сиротский салон не хухры, мухры». Мы не хуже всех остальных и республиканских, и зарубежных. У нас все есть. Мы всегда людям робим все самое пригожее, то, что они пожидают. И от чистого сердца. Параллельно на главной сцене артисты-оптимисты и все грани душевного белорусского юмора. Для жителей Калинковичей фестиваль «Аптюки» как второй день города. Конкурсы и концерты, парад автюковской ретро-техники и всевозможные выставки, вечерняя дискотека и фейерверк. Город-праздник, город-мечта. Сотни гостей, которым посчастливилось попасть в сети веселья и острых шуток, два фестивальных дня будут вспоминать еще очень долго. Екатерина Юрченко, Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».